Хей! Посмотрите на этого мелкого шпета! А это Алиса лет 5-6 назад. Мы в Диснейленде уже как седьмой день. Hello and welcome to Disneyland Resort Paris. Сегодня я наконец-то выложила видео из Диснейленда под Парижем с новой озвучкой и моими впечатлениями. Будет интересно, обещаю. К вечеру мы добрались во вторую часть парка. Вот он, главный вход, куда надо подносить карточки на вход. Иногда там делают штампики на тело, которые потом на ультрафиолете светятся. На аттракционе потом очень атмосферно смотрится. А вот это довольно дорогущий отель, чтобы просыпаться и прям сразу бежать в парк. Мусанчик в парке всегда играет бодрящий. Настроение поднимается на 100%. По дороге к замку можно посетить магазинчики и кафешки. Мы, правда, практичные люди и оставляем это на потом. Ух, мы с вами вовремя успели попасть на парад. По секрету расскажу, что у меня есть одна мечта. Я всегда хотела и до сих пор хочу поработать в Диснейленде. Мне кажется, это большой опыт. Конечно, я бы хотела быть принцессой, но мама говорит, что меня возьмут только под маску Мини. Это очень смешно. Мы стоим около Фантом Монор, то есть Дом Привидений. Вот он, один из моих любимых аттракционов. Страшилки Бугага. Очереди на аттракцион Фантом Монор обычно небольшие, так как в зал пускают большими толпами. И это огромный плюс. Сначала всех людей запускают в лифт, а затем мы спускаемся на минус первый этаж и садимся по два человека в каталке в виде гробиков. Устрашающие, правда? Я в последнее время вообще опасная, преопасная. Сажусь одна и мне нормально. Ааа, манекены тут матом разговаривают. Шучу. Это такой французский язык. У меня был случай, что были какие-то технические неполадки, и моя повозка остановилась прямо перед этим скелетом. Спасибо. Вообще, на этом аттракционе часто в гаевке останавливаются, и ты такая сидишь, смотришь, эээ, ясно. Сколько раз была в этом парке и смотрела на дом, и только в свое последнее посещение заметила там скелета в окне. Да, это неожиданность. Опа, переходим в раздел кантри. Вот ресторанчик, который мы не посетили. Мы всегда наваливаем рюкзаки едой и в очередях стоим и кушаем. И это вполне нормально. Так делают почти все иностранцы, которые приходят с детьми в парк. Они изготавливают заранее бутерброды дома, а потом внутри парка в свободное время их спокойненько уминают, сидя на лавочке, например, потому что в парке много мест для отдыха. Пих-пах! Сейчас мы идем на мой самый любимый аттракцион. Мы в этот раз прошли по фаст-пассам, то есть быстрым билетам. Даже если ты придешь туда в 11 вечера под самое закрытие, там все равно стоит куча народу. Работники сами определяют, куда тебя посадить. Я прошу как можно дальше, потому что самый экшен находится сзади. Сейчас мы будем продать тебя на раскопке. Фанаты по-кобойски кричат «И-ха!» А мой голос, он мне не разрешает этого сделать. И веселье начинается! А вот тут у меня реально захватывает всегда дух и тут фотографирует! У-ху! Улыбаемся! В этот раз мы сели спереди, потому что мне так хотелось проверить, а не врёт ли папа, что сидеть в первых вагонетках полная туфта? Знаете, безусловно, он оказался прав. Каких-то суперэмоций, сидя на шестом ряду из пятнадцати, я не получила, к сожалению. А ещё всю дорогу меня бесили эти чуваки спереди! Шум вагонеток нереально громкий. Хочется закрыть уши, чтобы это не слышать. Но эмоции так захлёстывают, что уже не обращаешь на это внимания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы перешли в более тихую часть парка для детей поменьше. Здесь находятся разные аттракционы. Дамбо, Питер Пен, Белоснежка, Биноккио, Алиса в стране чудес и тому подобное. Время от времени в парке проходят разные театрализованные представления. И нам удалось попасть на Питер Пена. Рядом как раз находится аттракцион Питер Пен. Один из самых востребованных аттракционов в парке. На этом аттракционе нас сажают на летающий корабль. И летаем, собственно. И видим весь город, всё, что происходит. Всю страну, Небилянги и так далее. Ээээ... О чём они поют? Ясно, спасибо, окей. Питер Пен, Белоснежка, Белоснежка. А это аттракцион чашки из Алиса в стране чудес. Задача крутить руль внутри. И тогда чашка сильнее будет вращаться вокруг себя. Но надо прилагать сверхбольшие усилия. И порой хватает как максимум 5 человек для того, чтобы нормально раскрутиться по полной. Мы не могли не покататься на аттракционе Дамбо. Я выбрала слоника с розовыми аксессуарами. Потому что розовый просто ван лав. Самое время погулять по магазинам. Надеюсь, вам понравилось это видео. Напишите в комментарии, хотите ли вы продолжение. Потому что у меня собрано очень много материала из Диснолэнда. Ставь лайк и подписывайся на канал. Всех вас очень-очень люблю. Be cool and crazy. Пока-пока.